Вот продолжим с вами говорить о гормонах. Сейчас мы будем говорить о конкретном гормоне, о серотонине. Серотонин называют гормоном настроения, гормоном счастья. Запомните, не забывайте это. Вот я взял картинки про серотонин. Гормон, видите, везде написан серотонин. Секретный код счастья. Смотрите, улыбчивый и так далее. А какая сложная его структура. Вы можете тоже набрать в гугле и посмотреть на эти картинки. Но ведь серотонин это не просто гормон. Это нейромедиатор. То есть то вещество, о котором я вам говорил выше в других роликах, является химическим передатчиком импульсов между нервными клетками человеческого мозга. Роль, выполняемая серотонином, она просто огромна для человека. Это нейромедиатор человеческого головного мозга. Он вырабатывается в месте, которое называется шишковидная железа. Из аминокислоты под названием триптофан. Триптофан. И это является структурой то, из чего и появляется серотонин. Вы знаете, и много везде говорят, что это гормон настроения, который приводит человека в некое эйфорическое состояние. Ну, во-первых, под воздействием серотонина происходит стимуляция областей, отвечающих за процесс активной познавательной деятельности. Вот ученикам это важно, особенно на экзамене, как говорится, серотонинчику. Но серотонинчику не выпьешь, а нужно из триптофана его изготовить. Во-вторых, серотонин положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. Поэтому высокий уровень серотонина влияет на активную двигательную деятельность. И говорят даже, горы могу свернуть. У спортсменов, когда они бегут, серотонин выделяется. Когда они занимаются физическими делами, серотонин выделяется. И говорят, этот человек светится изнутри, потому что у него даже избыток гормона серотонина. И могут себя чувствовать счастливыми вдвойне те люди, у которых этот гормон вырабатывается регулярно. А вот почему вырабатывается и как это делается, мы дальше послушаем. Еще важно. Этот натуральный химический элемент, который вырабатывается шишковидной железой в коре головного мозга, он защищает нас от рака. Вот так вот. И, наконец, самое главное, повышенное уровень серотонина создает в коре головного мозга ощущение не только подъема настроения, не только активной умственной деятельности. Это серотонин в сочетании со многими другими гормонами дает человеку ощутить весь спектр эмоций от какого-то удовлетворения, как я уже говорил, до эйфории. Недостаток же серотонина в организме, напротив, вызывает снижение настроения и даже депрессию. Кроме настроения, серотонин ответственен и за самообладание, эмоциональную устойчивость. Он не вызывает вот скачки настроения. Это хорошее настроение, стабильное, активное. Он еще и контролирует восприимчивость наших мозговых рецепторов к стрессовым гормонам. Он как бы уменьшает стрессовые гормоны. Ну, такие, например, адреналин, кортизон. Так вот, важно, чтобы в нашей коре главного мозга выделялся серотонин. Он нас будет защищать и от депрессии, и от стресса, и от панических атак. Поэтому многие люди с пониженным уровнем серотонина, вот любой малейший негативный повод, дают сильную стрессовую реакцию. И даже я бы вам сказал, что доминирование человека, ну, альфа-санцы или женщины, которые привлекательные, они занимают в социальной архии какие-то высокие места. Это все обусловлено уровнем серотонина. Так вы спросите, дайте нам серотонинчик. Вот для выработки серотонина в организме, организм сам вырабатывается в шишковидной железе с серотонином, нужно, прежде всего, обеспечить поступление с пищей аминокислоты 3-птофан, которая вот им нужна для непосредственного синтеза серотонина. Также нужно обеспечить получение глюкозы с углеводной пищей. Это заставляет инсулин больше выделяться в кровь. А это приводит к стимуляции катаболизма белка в тканях и повышению уровня трептофанов кровей. Кроме этого, продуктов, которые есть в трептофан, которые целиком состоят из углеводов, ну, например, хлеб, бананы, шоколад, там чистые углеводы, столовый сахар, фруктоза. И вот они, ну, они имеют некую побочку. Вы понимаете, сладкоежки – это полные люди, но они добродушные, чем худые. Есть такое вот мнение сложилось у нас. Так вот, кроме выработки из трептофана серотонина, что и повышает настроение, нужно еще обязательно физическое движение, обязательно создание эмоций. Эмоции радости, эмоции удовлетворения. И вот в том фильме, где я говорю про эмоции, как их нужно создавать, они дают импульс вот в эту шишковидную железу создать нам серотонин из трептофана. А кто дает команду? А дает команду гипоталамус. А в гипоталамус мы подаем вот эти образы, которые говорят. Гипоталамус, ну-ка дай-ка команду в шишковидную железу, чтобы у нас выделился серотонин из трептофана. Вот это механизм, он химический, но он и зависит от нас. Я вот лично даже, конечно, я люблю шоколад, но немножко сладкоежка. Но я могу создать вот этот серотонин, потому что все равно углеводы во мне есть из трептофана, дав команду через гипоталамус в шишковидной железе. Вы посмотрите ролик про гипоталамус и вообще купите этот фильм или обращайтесь ко мне по скайпу. Поймите, мозг наш быстро улавливает связь между вот этими явлениями, явлениями выделения серотонина из трептофана, созданием настроения и преодолевает вот это серотонинное голодание. И тогда возникает вот это настроение. Ну, например, есть, конечно, и некоторые таблетки, например, этанол. Он усиливает выброс серотонина. Но он влияет на то, что это лениво выбрасывается серотонин. Не под воздействием связи нашего желания, моего желания, команду в гипоталамус, гипоталамус в шишку, в шишковидную железу, так я ее просто называю. И поэтому нам необходимо вот немножечко научиться вот этому психологическому фитнесу. Вот для этого и есть фильмы мои, которые можно купить всего за 200 рублей или получить консультацию по скайпу. Мы отрабатываем вот эту взаимосвязь, которые прямо как вот бессознательная компетенция. Во время плохого настроения вот у меня сразу срабатывает вот этот условный рефлекс. Так что давайте учиться вырабатывать серотонин. Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь по скайпу за консультациями, и я вам помогу.